Рецепт лучшей смеси о лабораторных испытаниях, родине щебне и о физических свойствах асфальтобетона, которые используют при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказывает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Использование новых смесей и приверженность вновь усовершенствованным стандартам неизбежно ведет к изменению регламента испытаний в лаборатории. Три важнейших критерия при проведении испытаний – это содержание воздушных пустот, зерновой состав смеси, а также калея образования. Так прекрасно зарекомендовала себя в использовании «ЩМА-16». Ее на дорогах местного значения Самары начали применять в прошлом году. Рецепт этой смеси только на словах – прост. Щебень, мастика, стабилизирующая добавка и самое важное – полимерно-битумное вяжище. На сайте Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары размещено положение о проведении регионального фестиваля инклюзивного творчества «Комби-арт-2022» и заявка для участия. Об этом сообщает Телеграм-канал Департамента. Цель фестиваля – физическая, эмоциональная и психологическая реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья через раскрытие их творческих способностей путем инклюзивного взаимодействия. В программе фестиваля предусмотрены обучающие мастер-классы, соревнования и отчетный концерт. Принять участие могут коллективы, дети и взрослые от 10 до 50 лет, как с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, так и без. Для участия в фестивале необходимо представить заявку-анкету до 25 ноября на электронную почту. В рамках программы поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы по общественному проекту «Футбольный двор» в этом году выполнено обустройство футбольного поля мягким покрытием во дворе домов номер 6, 8, 10 и 12 по улице Аменева, информирует телеграм-канал администрации промышленного района.